Новые картины в художественный музей привезли недавно. Вот раскладывают серию военных рисунков Бориса Чернышева. Она для нашего города особенно ценная. Борис Петрович написал ее на Дальнем Востоке, в годы Великой Отечественной. Такие же фронтовые зарисовки есть и у нашего земляка Василия Верещагина. Вот эта серия карандашных зарисовок, она так и называется, Порт-Артур, она сделана в тех местах, где Верещагин был, где он погиб во время русско-японской войны. Борис Петрович Чернышев был очень современен для того зрителя. Он постоянно экспериментировал. Экспериментировал с фактурой. Например, писал свои картины и на газетах, и на оберточной бумаге. Кроме того, экспериментировал с формами. Это были нестандартные прямоугольные картины. А вот, например, такие с оборванными краями. Эти картины в Дар-музею передала Мария Чернышева. Дочь художника. А вот эти работы уже другого автора, Валентины Михайловны Дефиной Кристи, привез в наш город друг семьи, московский коллекционер Иван Хатинский. Благословенная Вологодская земля для художницы Валентины Михайловны Дефиной Кристи. Это особенное место, в которое она часто приезжала. Она была много раз и в Гологде, и в Ферапонтово, и в Кириллово, в Белозерском монастыре, где работала ее сестра, реставратор Кристи. И ее муж художник Соколов. Часть коллекции Дефиной Кристи находится в Русском музее, в Третьюковке. Ее стиль называют духовный импрессионизм. Почему духовный, показывают на примере рабочих завода. Они, кажется, совсем не устали от тяжелой работы. И больше похожи на людей искусства. С чувствами и эмоциями. Вот в этом портрете улавливаешь черты молодого блока. А это молодой заводчанин Антонов. Его семьи все играют на музыкальных инструментах. Кстати, Антонова после написания портрета повысили. Это говорит друг семьи, потому что Валентина Дефиной Кристи просто излучала доброту. Есть и еще примеры, когда после написанных художником портретов работницы завода становились депутатами. Это должно быть не просто какая-то обычная, частно встречаемая живопись. Это должна быть мастерски выполненная работа. Действительно, такой работой на этой выставке является картина «Игра в шахматы». Написанная в 1960 году. Мы ведем на ней связь поколений. Здесь у нас три возраста. В художественном музее почти нет картин 60-х годов. Поэтому подарку особенно рады. Все 40 работ станут постоянной частью фондов.